Танкист на Vodkit.ru всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Vodkit.ru. Каждая шестая игра бесплатна. Здравствуйте, друзья, с вами Маракесси. Сегодня я хотел бы поговорить о режиме ранговые бои. А именно о том, какой лучше всего танк подходит для этого режима, на мой взгляд. Ну и как вы поняли, это WZ-111-5A. Конечно, может быть кто-то скажет, что есть и другие офигенные танки, которые лучше WZ-шки. Но возможно и так, тут каждый сам для себя выбирает, что ему удобнее. Но для меня конкретно именно этот танк стал таким вот отличным вариантом для получения рангов. И он меня не раз спасал. Если бы не этот танк, то я бы не знаю, как добрался бы до первой лиги. Ну а сейчас я довольно так хорошо обосновался. В первой лиге, вряд ли, оттуда уже вылечу. И во многом это благодаря этому танку. Есть, конечно, ИС-7, который является... Вернее, наверное, неправильно это говорить. Наоборот, WZ-шка является аналогом ИС-7, но по всем параметрам лучше Семерки объективно, даже после АПа. Хотя у Семерки есть свои преимущества, то есть танк все-таки стал лучше после АПа. И я на нем тоже много играл и тоже много рангов получил. И могу сказать, что он тоже подходит отлично для этого режима. Почему именно WZ-шка? Да потому что пробитие 340, ребята. Это очень много. В этом режиме голдовое пробитие просто необходимо. Без голды, к сожалению, невозможно взять ранги на высоких местах. Потому что просто не хватает пробоя, а тут каждый выстрел важен. Тут один выстрел может отделять вас от того, возьмете вы ранг или нет, или потеряете его или нет. На WZ-шке вы пробиваете абсолютно всех. И частенько в этом режиме вы сражаетесь со всякими тяжами. Это и является основной, так скажем, ваш источник опыта. А опыт это, в общем-то, ключевое значение в этом режиме. То есть чем больше опыта, тем вы выше места занимаете в рейтинге. И в итоге теряете шеврон или нет. Ну и WZ-шка, она способна в ближнем бою наносить колоссальный урон. Во-первых, она пробивает абсолютно всех. Нету, наверное, вернее, есть другие тяжелые танки. Но совокупность характеристик WZ-шки делает ее, по сути, уникальной. Единственный тяжелый танк, который, по сути, примерно имеет похожие качества. Это, как вы поняли, ИС-7. Но у него пробитие всего 303. Это мало, ребята. Это очень мало для этого режима. Для рандома, в принципе, этого может хватать. Но для этого режима, где все на голде, где много бронированных танков, маусов, тип 5 хэви, важно отличное пробитие. 303 пробития, в принципе, хватает, чтобы там мауса пробивать в башню, но не очень хорошо. Идает тип 5 хэви. Но зачем, так скажем, париться, зачем пробивать не гарантированно, если на WZ-шки с очень большой вероятностью вы пробиваете врага, а значит, получаете опыт. И частенько ситуация в ранговых боях разворачивается вот так вот. Вы приехали на позицию, скорее всего, это какая-нибудь гора, излюбленное место игроков в этом режиме. И тут идет перестрелка в ближнем бою из-за рельефа. Тут WZ-шка себя проявляет просто замечательно. УВН минус 7 градусов. Это просто отлично. Конечно, это не супер-пупер УВН, не как у американцев. Но если бы они были еще лучше, то это вообще была бы слишком имбовая имба. И даже минус 7 это вполне неплохо. У Дида, например, минус 6, насколько я помню. И вы можете неплохо играть от рельефа местности. Ну, то есть, башни-то вы отбиваете очень много снарядов. Башня у WZ-шки супер-крепкая. Есть, конечно, уязвимые лючки, но если вы не будете стоять на одном месте, выцелить их и пробить очень и очень непросто. Ну и ко всему прочему, УВН у вас частенько хватает, но не всегда. Пробитие, как я уже сказал, отличное. И чаще всего вы встречаетесь с бронированными танками в таких условиях, потому что СТ-шки не особо такие бронированные, картонные. Они не идут, конечно, в такие вот перестрелки в ближнем бою, потому что очевидно, что им это невыгодно. А вы можете идти, и вам это выгодно. И это, конечно, замечательно. Ко всему прочему, отличнейшая стабилизация у этого танка. У меня, правда, улучшенный стабилизатор стоит, но я думаю, он прям большой роли не играет. Больше играет роль ДП, перки и так далее. Так что с такой стабилизацией достаточно одного момента, ну и плюс вашей более-менее хорошей реакции для того, чтобы нанести противнику урон. По сути, вы только наводитесь, там какое-то совсем маленькое время сводите, стреляете и наносите врагу дамаг. Из-за этого, конечно, частенько вы получаете больше опыта, чем другие, потому что, по сути, вы стреляете по собственному засвету. А это очень важно, потому что если вы стреляете издалека, например, на СТ-шке и на ПТ-САУ, ваш опыт делится, и вы получаете только частичный опыт. Это очень плохо, и это частенько не дает вам занять высокие места, потому что вы нанесли вроде бы много урона, а опыта не так много, потому что он поделился между другими игроками, которые светили вам по сути. Ко всему прочему, стоит отметить, что ВЗ-шка танк более-менее шустрый, как для тяжа, и он во многом успевает там занять позицию и настрелять много урона, там успевает в конце боя. Конечно, не так, как ТВП и Батчат, но, тем не менее, он это хорошо тоже делает. Также еще стоит отметить, что обзор тут неплохой, но если перки поставить, даже без просветленной оптики, я тут играю и с обзором, все в порядке. А это означает, что можно побольше подсвечивать, это тоже все в зачет по опыту идет. Ну и плюсы арта по вашему засвету можно настреливать. Все эти простые, на первый взгляд, вещи привели к тому, что очень, ну не то, что прям просто, но гораздо проще, чем на других танках у меня получалось брать ранги на этой машине. Вот такое вот мое мнение. Танк замечательный, возможно, конечно, кому-то он не так сильно понравится, у него, конечно, есть свои недостатки, например, картонный НЛД, там броня корпуса в целом не очень, да и борта тоже. Но все же, танк годный и способен легко нагибать. На этом все, друзья, спасибо за просмотр, желаю вам удачи, пока!